Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для портала экзегет.ру, священник Андрей Лоргус. Мы записываем беседы об Аврааме. Мы читаем с вами Библию, книга Бытия, глава 23. Жизни Сариной было сто двадцать семь лет. Вот лето жизни Сариной. И умерла Сара Кириаф Арбе, который на долине, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. И отошел Авраам от умершей своей. И говорил сынам Хетовым, и сказал, «Я у вас пришелец и поселенец. Дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне, умершую мою, схоронить от глаз моих». Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему, «Послушай нас, господин наш, ты, князь Божий посреди нас, в лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения на нем умершей твоей». Авраам встал и поклонился народу земли той, сынам Хетовым, и говорил им Авраам, и сказал, «Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня, попросите за меня сына Ифрона, сына Цохарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас в собственность для погребения». Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых. И отвечал Ефрон Хетейнин Аврааму вслух сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал, «Нет, господин мой, послушай меня, я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, даю тебе, пред дочами сынов народа моего дарю тебе ее, похорони умершую твою». Авраам поклонился пред народом земли той и говорил Ефрону вслух всего народа земли той и сказал, «Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, и я похороню там умершую мою». Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему, «Господин мой, послушай меня, земля стоит 400 сиклей серебра для меня и для тебя, что это? Похорони умершую твою». Авраам выслушал Ефрона и отвесил Авраам Ефрону серебра, сколько он объявил вслух сынов Хетовых, 400 сиклей серебра, какое ходит у купцов. «И стало поле Ефронова, которое при Мапхела, против Мамре, поле и пещера, которое на нем, и все деревья, которые на поле, и во всех пределах его вокруг, владением Авраамовым, предачами сынов Хета, всех входящих во врата города его. После всего Авраам похоронил Сару, жену свою в пещеры, поле Махпела, против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. Так достались Аврааму от сынов Хетовых поля и пещер, которые на нем, в собственность для погребения». Это 23-я глава книги «Бытия» повествует о вполне прозаическом событии, как Авраам покупал погребальную пещеру. Но подумайте, сколько здесь для нас, современников 21 века, необычных вещей. Племя чужеродное, Авраам говорит, «Я между вами пришелец и поселенец». Он признает, это для нас как мигранты. Для нас в России, в которой много разных мигрантов, вот так же они относились, сыны Хетейнина относились к Аврааму, как мы относимся к нашим мигрантам. И вот они ему говорят, «Но мы же знаем, что ты князь Божий, ты святой человек. Поэтому похорони, где хочешь. Среди нас любой из наших людей предоставит тебе свою пещеру для похоронения, потому что мы тебя уважаем, ты князь Божий, мы тебя видим, что ты святой человек. Пожалуйста». Но Авраам говорит, «Нет, я хочу купить в собственность поле и пещеру Махпела и там похоронить». Она напротив Мамры, то есть холм Мамры, где Дубрава, и оттуда видно, правда, далеко сегодняшние паломники это видят. Они в Хеврон приезжают, поднимаются на эту холм, который ныне в Хевроне называется Москобея. А это древнее название как раз, где умерла Сара, Кириав Арбе, ныне Хеврон. И там, куда достает в ясную погоду глаз, там находится Махпела, пещера, которую купил Авраам. Он приобретает в собственность. Я прошу обратить ваше внимание, нам это не очень сегодня понятно. Собственность он покупает, чтобы не было потом споров, чтобы для него, для Исаака и для Якова, там же будет похоронен Иерахиль, любимая жена Якова, там же будет похоронен и Исаак, с Ревекою в этой же пещере, и там же будет лежать и сам Авраам подле своей Сары. Это купленное ценой 400 сиклей серебра, которые ходят у купцов. Он приобретает эту землю у владельцев, у тех, кто живет на этой земле давно, чтобы отныне это стало собственностью Авраама и его потомков. Теперь, купив эту землю, теперь на этой земле и в этой пещере Махпела он уже не пришелец и не поселенец, он теперь уже не странник, он теперь уже родной. Это его собственность, это его земля. Он как бы через погребение Сары в этой пещере укореняется, он становится земляком тех, кто живет рядом. Это его отныне родина и родина для всех его потомков. Вот так эта родина была установлена. Это трагический, очень романтический, но очень глубокий по смыслу момент укоренения от погребения любимой. И еще прошу обращать ваше внимание, как Авраам, а ему больше, чем Сарий. Если Сарий 127, а ему на 20 лет больше. 147 лет. Глубокий старик, который уже вырастил взрослого сына Исаака и даже уже подумал о том, чтобы приобрести ему жену из своего же рода. Но Авраам рыдает и плачет по Саре, и он хочет положить ее так, чтобы и потом присоединиться в этой пещере, будучи погребенным сыновьями своими и внуками своими, и чтобы лежать здесь рядом со своей любимой Сарой. Любимая жена. Ветхий завет. Брак, основанный на любви. Проверенный многими-многими годами. Любовь двух сердец. Романтика. Древность. Жизнь. Живые сердца и живые души. Вот таков Авраам. Необыкновенный человек. Необыкновенная вера. Огромное сердце. Огромная любовь. Твердость. Общение. Интуиция. Удивительный правотец. Удивительный патриарх Авраам. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...